Добро пожаловать в музей. Ночью вновь скажут вам уже в ближайшую субботу на Алтае, как и по всей России, 18 мая пройдет ставшая уже очень популярной акция. У нас в гостях сегодня те, кто об акции в Барнауле и на Алтае знают все. Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина и заместитель директора государственного художественного музея Алтайского края Татьяна Бондаренко. Здравствуйте. Рада вас видеть. Я не знаю, кому вопрос, но может быть к вам обеим. Скучно не будет? Нет, скучно не будет. Ну это точно не будет скучно. А сколько музеев в крае в этом году готовы принять посетителей? Наверное, Галина, к вам именно в крае. В этом году в Алтайском крае в программу участников музейной ночи включено 102 музея. Это больше, чем в прошлом году, например. Да, это больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 99 участников. Получается 41 участник в городе Барнауле и 61 на территории Алтайского края. Муниципальных образований Алтайского края. А кто впервые присоединился к акции в этом году? Вот к удовольствию нашему. И, наверное, это говорит о том, что акция действительно с каждым годом набирает все новых и новых участников. И интерес к ней с каждым годом все больше увеличивается. Есть новые участники как в городе Барнауле, так и в муниципальных образованиях Алтайского края. В этом году в Барнауле среди вот крупных организаций, которые к нам присоединились, это выставочная площадка гостиницы Алтай, отреставрированная, совершенно замечательный объект культурного наследия. Мне кажется, интересно там должно быть. Это парк развлечений «Солнечный ветер» и даже пивоваренный завод. То есть они тоже организовывают выставочные мероприятия на территории своего предприятия, будут проводить мастер-классы, рассказывать о производстве и дегустации безалкогольной продукции. А в «Солнечном ветре» что они там будут показывать? Тоже, соответственно, развлечения всевозможные, об истории парков будут рассказывать и в России, и на Алтае, представят развлекательные программы, конкурсы, ну все как обычно. То есть хотелось бы отметить, что ежегодно вот для того, чтобы принять участие в «Музейной ночи», организации, которые вновь планируют, они направляют свою заявку в Министерство культуры. У нас при Министерстве культуры создан оргкомитет, и на оргкомитете мы рассматриваем все заявки, все программы, насколько программы соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к участникам «Музейной ночи». А на примере, получается, не все получают? Да, не все получают. Поэтому каждый год это рассматривается индивидуально. Именно поэтому вот с прошлого года такое новшество введено. Каждый официальный участник «Музейной ночи» на своей площадке размещает афишу с номером участника «Музейной ночи», который соответствует номеру в программе, в сводной программе. Но поскольку мы сказали про город Барнаул, в муниципальных образованиях тоже есть новые участники. В этом году их восемь. То есть среди них можно назвать музей Михаила Сергеевича Евдокимова в Верховском. Первый год присоединился. Топчихинский, Ельцовский, Суэцкий район. То есть вот тоже достаточно много. Целинный район еще. Ну и к вам обеим вопрос. Интерес у жителей края, у жителей города, он по-прежнему большой к «Музейной ночи», потому что какой год она уже проходит у нас? Четырнадцатый раз. Ну насколько он большой? Как вы считаете? Ну вот я считаю, потому что мы очень плотно общаемся с нашим посетителем, что интерес не падает. Поскольку мы это давно заметили уже, ну буквально вот проводя, например, какую-нибудь пятую, например, или шестую акцию, мы поняли, что состав посетителей очень сильно обновляется. Вот. И тогда… А как вы это поняли? Вы запоминаете каждого? Нет. Мы же продаем предварительно билеты. Мы начинаем, например, на неделе за три продавать предварительно билеты. И мы видим люди, которые приходят за билетами, как они себя ведут, когда они впервые входят в музей. Вот постоянных их тоже сразу видно. Посетители не заходят, знают, куда идти и так далее, и так далее. Те, кто впервые приходят, они многого не знают, задают много вопросов. И в процессе акции мы это поняли, что, ну примерно процентов 30-40 точно обновляется состав посетителей. Вот. И поэтому мы уже тогда начали говорить о том, что наша музейная ночь – это просто огромная, большая праздничная презентация музеев. Является вот таковой, потому что для очень многих людей совершается открытие музеев. И народ очень сильно удивляется, что у нас столько, оказывается, много музеев. Ну и не только музеев, пивоваренный, вот солнечный ветер, то есть это много кто. Да, совершенно верно. А чем удивлять будут музеи края, и в том числе художественные? Ну вы знаете как, по поводу удивления, ну, как я всегда говорила. Мне кажется, нужно удивить. Удивлять мы будем тем, что мы работаем ночью. Это первое удивление. Мне кажется, все-таки вошло в привычку. Ну, конечно, все программы будут интересными. Они все сделаны именно вот по этому поводу, по поводу этой акции. Я думаю, что очень сильно мы удивим наших посетителей программой, которая ожидаема. У нас открывается именно в ночь музеев, открывается фотовыставка интересная, счастье проходящее мимо, и к этой выставке приезжают ее организаторы. Люди известны не только в нашей стране, но и во всем, скажем так, вот интересующимся современным искусством в мире. Это представители группы «Синее носы» Евгений Иванов и Вячеслав Мизин. Да, очень такие скандально известные, но вместе с тем они интересны с точки зрения современного... С ними могут зрители пообщаться, да? Да, с ними зрители смогут пообщаться, программа специальная будет. Поэтому мы вот всех приглашаем, потому что это совершенно уникальная такая возможность. Они редко бывают у себя дома в Новосибирске, в стране тоже, поэтому вот согласились любезно, поскольку выставка. А с каждым годом удивлять все сложнее? Ну, я хочу сказать, если хотеть это сделать, то уже, наверное, нет. Потому что всегда мы думаем о том, что люди должны увидеть что-то, ну, какую-то изюминку, то, чего они... Мы должны познакомить с музеем, заинтересовать, а потом они должны уже к нам ходить и формировать привычку ходить к нам постоянно. Ну, вот об изюминках. Вы о своей сказали. Какие еще вот именно прям изюминки будут интересные, Галин? Ну, вы знаете, у каждого музея очень своеобразная программа. И вот вы говорили, задали вопрос, насколько сложно удивлять каждый год. Ну, наверное, это в характере музейного работника, музейных сотрудников, потому что вот с каждым годом мы смотрим все программы. У нас нет каких-то повторяющихся программ. Во-первых, потому что каждый год новая тема, да, которая посвящена музейной ночи. Это год у нас, год театра. Безусловно, те темы, которые характерны, юбилейные для Алтайского края, это юбилей Василия Макарча, Шукшина, Михаила Тимофеевича Калашникова, 60-летие Целины. И музей уже начинает готовиться заранее. И каждый раз у каждого возникают какие-то новые площадки, новые направления, новые мероприятия. В этом году практически в каждом музее, в государственном музее есть совместные программы с нашими театрами. Ну, потому что театры, да. Например, Алтайский государственный драматический театр выезжает в музей Герман Степановича Титова в полковнику. То есть не только на территории Барнаула, но даже вот такие программы и на территории. То есть в каждой музее очень сложно. Везде будет интересно. Очень много интересного. И изюминка будет везде. Муниципалы очень активно сотрудничают с своими домами культуры, с библиотеками. У них совместные такие мероприятия, акции проходят. Давайте об открытии. Где оно будет, во сколько, куда приглашаем? Мы в Барнауле. Открытие, общее открытие. Второй год мы вот уже проводим на нулевом километре в городе Барнауле. В этом году оно состоится в 18.00. Поэтому в рамках открытия, поскольку это год театра, поэтому Алтайский государственный музыкальный театр представит небольшую программу, посвященную году театра. Будет выставка ретроавтомобилей. И самое главное, на что должны наши посетители обратить внимание, уже с пяти часов будет осуществляться запись на пять маршрутов, которые специально разработаны. Это какие-то автобусы, экскурсионные маршруты, которые в прошлом году в первый раз были опробованы. И они востребованы у посетителей. Нет, это пять маршрутов, пять музеев входит познавательный, исторический, увлекательный, развлекательный. Входит пять музеев. И если этот музей работает за плату, то, соответственно, билеты. Ну, там стоимость билетов 300 рублей взрослого на все пять. И где-то 200 рублей детский. То есть это можно все пять маршрутов как-то посетить? Ну, это вот удобство, смотрите. Удобство в чем этих вещей? Вот приходит семья, например, они выбирают маршрут, они тут же платят волонтерам деньги, садятся в автобус и их с комфортом возят по пяти музеям. По пяти музеям. Выдают билетики в пяти музеях. То есть они не сами добирают, да? Абсолютно. Именно по пяти музеям. Очень. Вот в прошлом году, когда мы это первый раз запустили, нам говорили спасибо, потому что особенно удобно с детьми, чтобы по городу не бегать, не носиться, передвигаться. Ну да, мне кажется, это очень удобно. Это очень удобно. То есть именно с шести часов, да, или с пяти даже будет запись? Вот с пяти нужно записаться, в шесть часов открытие, открытие закончилось, сели в автобус и поехали. Ну, всегда актуальный вопрос о стоимости билетов. Немножечко мы тут заикнулись. Ну, просто если человек пришел в музей, не сел в автобус, а пришел в музей, что-то изменилось по цене? Нет, ничего не изменилось уже несколько лет подряд. Вот в 13 музеях, те, которые всегда работают с платой, в них билет стоит 100 общий и 50 льготной категории. Две – пенсионеры и дети школьного возраста. Все остальные музеи, которые работают всегда без билетов, они работают без билетов. А малыши вообще бесплатно могут пройти до шести лет? А до шести лет, да, до шести лет. Ладно, ребятишки сделают. Вот поэтому мы для участников, мы на оргкомитете это обсуждаем, это принимается совместно, то есть выше стоимость не поднимается, ниже, если... А я не знаю, кто просит больше, да? Ну, нет, вот наши участники официально нет. У нас это согласовано. Почему мы ввели вот номер участника официального акции? Потому что, к сожалению, присоединяется очень много, кто пытается в рамках вот этой акции провести свои мероприятия, и стоимость может быть абсолютно любая, которую они устанавливают. Вот чтобы потом, так сказать, обращений недовольных не было, почему у одних так, у других так, у нас вот это все официально. Понятно. А добираться после окончания музейной ночи самостоятельно придется людям? Ну, вот тоже хотелось бы на это акцентировать внимание. Акция «Ночь музеев» в Алтайском крае проходит при поддержке правительства Алтайского края, администрации города Барнаула и при очень активном участии Главного управления внутренних дел по Алтайскому краю. То есть администрации города уже принято распоряжение о перекрытии движения на улице Ползунова, четная-нечетная сторона от Комсомольского до Площади Свободы, по улице Анатолия от Ленина. Ну, это прогуляться можно будет. Это прогуляться, это программы, вот открытые площадки. По улице Льва Толстого перекрыто движение от Ленинского до Максима Горького и продляется движение городского транспорта. И горы электротранспорта, и автобусных маршрутах на сайте администрации. Барнаула? Да, это все размещено. Пожалуйста, посетители. Важно посмотреть заранее, спланировать свой маршрут движения. То есть до трех часов движение транспорта городского продляется. А уже известно, чему будет посвящена следующая музейная ночь? Не думали пока? Или это будет зависеть от того, какой год будет? Во-первых, следующая музейная ночь у нас будет маленькая юбилейная, 15-я. Уже 15-я? Но это в Алтайском крае. В Алтайском крае, конечно. Что-то фееричное, наверное, будет в этот год. Подумаем. Вот это первое. Ну, а там уже зависит от того, какой будет объявлен год, какие даты круглые, такие вот знаменательные, как мы говорим, Алтайского края, города Барнаула. Что вы, организаторы этой музейной ночи, чувствуете накануне? Волнуетесь? Или уже настолько все отработано, что никакого волнения не возникает? Да что вы. Волнение есть всегда. Вот, по крайней мере, у меня. Волнение есть всегда. И только когда уже в два часа вышел последний человек, выдохнул, понимая, что все хорошо, все состоялось без происшествия, никто не позвонил, нигде ничего не случилось. Все прошло отлично. Волонтеры домой отправлены. Все замечательно. И как в советские времена, испытываешь чувство глубокого удовлетворения. Вот я только об этом хотела спросить. А сделаны работы. Безусловно, такое большое масштабное мероприятие с большим участием людей, организационно. Это все очень волнительно, поэтому работа ведется заранее, все со всеми согласовывается. Ну, надеемся, что все пройдет очень хорошо. Все пройдет спокойно, и будет интересно, главное, и погода будет нам благоприятствовать. Да, потому что к субботе вроде бы уже тепло обещали. Большое вам спасибо, успехов. Спасибо. И работы до последнего клиента, скажем так. И мы ждем наших посетителей. Да, и мы вас приглашаем на музейную ночь. А я напомню, что сегодня у нас в гостях были Галина Кубрина, заместитель министра культуры Алтайского края и заместитель директора Государственного художественного музея Татьяна Бондаренко. Редактор субтитров А.Семкин